Деэскалация конфликта. Сирийские боевики покидают окрестности Дамаска. Речь идет о порядке 5 тысяч человек. В Сирии работает наш корреспондент Артур Кибеков и он выходит на прямую связь со студией Life News. Артур, здравствуй. Как удалось об этом договориться? Алло, здравствуйте. Добрый день. Добрый день зрителям и вам тоже. Сегодня была достигнута предварительная договоренность между комитетами национальной делирии и боевиков ИГИЛ, скорее всего, пока называют они только боевиков ИГИЛ, которые находятся в трех районах пригороде Дамаска на юго-востоке. Это район, лагерь паристинских снежинцев Ярмук, лагерь Ступня Пророка и Черный Камень, такой район называется на пригороде Дамаска. По этой договоренности боевики должны вместе со своими семьями, то есть численность их выходит за 5 тысяч человек, должны отправиться в сторону Раке, столице ИГИЛ на сегодняшний день в Сирии. Эта договоренность достигли комитеты национальной делирии, которые работают больше года. ИГИЛ наступила в лагерь беженцев Ярмук год тому назад, и Анусра уступила своей позиции, и бой начался с так названной Сирийской свободной армией. Это мелкие группировки, которые находились там сначала кризиса сирийского. ИГИЛ на сегодняшний день готова покидать эти районы и отправиться в сторону Раке, поскольку ему уже невыгодно находиться в самом пригороде. Особенно по такой договоренности, что сирийское государство идет на любые встречи, чтобы сохранить мирным гражданам жизнь свою. И многим из сирийских боевиков дана возможность воспользоваться амнистией, регулировать свой статус гражданский, служить поуже и остаться в тех же районах, в которых они находятся. Им безопасность обеспечена, и коммунитарный груз сразу начнет поступать, как только боевики начнут покидать этих двух районов. Артур, а кто-то из боевиков воспользовался вот этой вот амнистией, вот этой возможностью, которую предоставляют сирийские власти? Я хочу подчеркнуть здесь, что амнистия может подействовать только в случае сирийских боевиков. Сирийских боевиков и особенно в тех случаях, которые, значит, у них руки не запачкали кровь сирийских граждан. Так что арабские боевики, первовыцы или иностранных наемников и так далее, они такой амнистией не смогут воспользовать, естественно. Они считаются врагами Сирии, против них ведется борьба и будет дальше вестись. Это государственное мнение и решимость. Да, спасибо, Артур. На прямой связи со студией LifeNews по телефону из Сирии был наш корреспондент Артур Кибеков. Редактор субтитров А.Семкин